Адрей Николаевич, Вам слово. С точки зрения основных трендов технологических, процессных, которые будут реально повышать эффективность финансовых институтов, это ровно все для нас интересно и для нас подходит. Мы изучаем и стараемся примерить для себя все эти технологические инновации. Но я бы хотел начать с немножко другого. Мы сейчас обсуждаем цифровую трансформацию, цифровую экономику. И здесь есть несколько моментов, которые для фонда носят более широкий характер. Все мы понимаем, что те технологии, которые сегодня приходят, они меняют рынок труда, меняют экономику. А фонд социального страхования, его бюджет, он ведь идет от страховых взносов. Понятно, да? То есть и если мы понимаем, что, например, искусственный интеллект, роботы, они заменяют реальных людей на производстве, то количество страхователей у нас реально уменьшается, количество взносов уменьшается, бюджет страховой становится не таким большим и сбалансированным, а количество социальных обязательств у людей становится все больше. Поэтому в этой ситуации для фонда социального страхования, цифровая трансформация, цифровая экономика и все эти технологии наносят две большие системные размерности. То есть мы понимаем, что характер труда, трудовые коммуникации, социальные коммуникации, которые возникают, новая модель найма, фриланс, институционная работа, сами социальные институты меняются. То есть очень много факторов, которые мы вынуждены учитывать. Поэтому фонд это социальный институт в сфере труда и трудовых отношений, поэтому все последствия цифровой экономики, которые сейчас мы прогнозируем, они ровно закладываются в концепцию вообще деятельности фонда и в том числе информационно-технологического развития. И фонд это система массового финансового обслуживания, которая должна быть клиент-ориентирована, конкурентна, мобильна, гибко, эффективна. В общем, некий финтех для нас тоже имеет значение, потому что люди, которые приходят за выплатами фонд, они ведь входят в современные финансовые институты, страховые компании, банки, они обслуживаются современными сервисами телеком-операторов и, конечно же, они предъявляют соответствующие требования по качеству сервиса. Это как бы самочевидная вещь. А что фонд на сегодняшний день с точки зрения масштабов информационных коммуникаций и взаимодействий? Это 52 миллиона застрахованных лиц, это все работающее население. Понятно, что они одномоментно не приходят за выплатами, но тем не менее. Да, я напомню, что мы администрируем страховые выплаты по временем трудоспособности, это по больничному лицу всем известны, и страхование по несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям. У нас есть также агентская функция, не страховая. Мы по поручению правительства оказываем некоторые услуги для льготной категории населения, то есть инвалидам. Мы покупаем технические средства реабилитации, путевки, и оплачиваем проезд на железной дороге к месту отдыха в санатории. А получаем на это деньги из федерального бюджета, трансфер. У нас более 5 миллионов страхователей, юридических лиц. До прошлого года мы самостоятельно с ними работали в информационном плане, вы знаете это вопрос, и отчетности, и проверки. Сейчас эта тема администрируется нами совместно с налоговой, что повысило нагрузку на информационную систему и технологическую инфраструктуру, потому что у нас теперь стало больше процессов. У нас основные контрагенты и страховые эксперты – это врачи и медицинские организации, и медико-социальные экспертизы, которые признают инвалидность. Вот примерно такой ландшафт наших основных партнеров. Это основные параметры нашей деятельности. Примерно 27 миллионов случаев по времени. Это отдельных выплат. Суммы, которые мы выплачиваем ежегодно. Примерно масштаб деятельности нашей организации страховой и государственной. Это наша экосистема, как сейчас модно говорить, в которой у нас есть различные объемы информации, данных, со всеми с ними мы взаимодействуем. У нас появилось как бы о социальной сфере новые сущности. Мы знаем, что в Федеральном реестр инвалидов создается система учета социальных обязательств, с государственной регистр населения будут такие перспективные задачи, которые мы пытаемся также сейчас оплатить, а информационные взаимодействия с этими. Мы для себя обнаружили, что динамика заявок на электронные услуги в социальной сфере, в сфере социального страхования резко выросла. Это показатели взятые с ЕБГУ по годам. Взрывной урос, и там первый квартал этого года, что говорит о том, что электронный гражданин у нас формируется в очень хорошем темпе, и он готов получать услуги в электронном виде государства, но на уровне качества сопоставим с честным сектором. Это вот доля граждан, которые получают у нас услуги в электронном виде, поскольку фонд социального страхования является частью государственной системы социальной, мы должны следовать требованиям нормативных актов, которые выставляют некие параметры эффективности. Так называемый, естественно, что первый указ по электронным услугам государственным, но мы, в принципе, здесь более-менее хорошо смотрим, действительно, динамика позитивная. У нас достаточно хорошо растет электронный документ оборота взаимодействия с юридическими лицами, это сдача отчетности, называемый четверг ФСС. Мы взаимодействуем в электронном виде с юридическими лицами по проекту прямой выплаты, я просто постараюсь рассказать, иногда приходится говорить, вы, наверное, помните, как раньше временную способность лиц больничный администрировался, работник получал лиц в больнице, приходил, сдавал бухгалтерию, делалось ему выплаты, получал деньги на карточку, то сейчас уже более 30 субъектов Российской Федерации отрабатывается модель прямых выплат, когда выплата по этому виду страхования за первые три дня делается работодателем, потом он нам передает электронный реестр по установленной форме, достаточно сложный документ, мы делаем оставшуюся часть выплаты. Конечно, это усложняет информационный процесс, но тем не менее в электронном виде, словно говоря, показатели по объему информационного взаимодействия по количеству участников растет, это хорошо. Что, собственно говоря, на сегодняшний день для нас актуально? Ключевая задача, которую мы решаем, и немножко о ней в самом начале сказали, да, фонд работает на информационной системе ИСУ-Страх, она создана была достаточно давно, была создана по распределенной модели, что примерно означало следующее, что в каждом филиале, в каждом региональном отделении был локализован одинаковый сон, и который покрывал весь набор функциональных задач. На уровне центрального аппарата контроль за процессами, за деятельностью в оригинальных отделениях сочетался на основе отчетности цели, там еще в чем-то. Ну, понятно, что по современным меркам нельзя эффективно управлять организацией, да, по такой модели, поэтому несколько лет назад была поставлена задача на переход на централизованную модель, вот такая стандартная корпоративная модель для финансовых организаций, и мы такое решение сейчас, централизованную платформу, по данным, по процессам создаем. Это прошли в прошлом году, в этом году второй этап. Ну, наверное, все-таки это примерно вот так выглядит, это стандартное решение, портал, кабинеты, армы. Что мы должны в итоге качественно получить? Мы должны обеспечить единство данных по всей системе, единство регламентов процессов деятельности на всех уровнях фонда и прозрачность действий любого сотрудника для анализа контроля. Это существенный момент, потому что фонд социального страхования, еще раз повторюсь, это финансовая организация, которая администрирована очень чувствительные социальные и финансовые сервисы. Здесь вопрос точности, полноты сервисов очень важный. В итоге, что мы должны получить в ближайшие годы? Централизованные данные, централизованный учет, централизованные расчеты и выплаты и централизованное управление человеческими ресурсами. По достижению этой задачи мы, собственно говоря, смотрим на все эти инновационные вещи, которые сейчас есть и которые нам позволят выйти на новый качественный уровень эффективности. Это большие данные. Действительно, технологии для нас эти крайне важны, потому что мы сможем выйти на новый уровень, так сказать, страхование, есть такой термин, драйдинг, это, так скажем, калькуляция рисков страховых, сбалансированный тариф, сбалансированный бюджет. Это вопрос планирования, клиентская аналитика, естественная клиент-ориентированность, ну и все технологии, которые сейчас присутствуют. Что мы еще смотрим и реально пытаемся делать? На самом деле, постоянно задавшись вопрос, может ли государственная финансовая организация 100% конкурировать с частным банком? Например, там вот сегодня говорили, что конкурироваться с Сбербанком, например. Наверное, можно, но это же серьезные затраты и ресурсы, конечно, иногда не сопоставимы. Более того, государственная система управления информатизацией, она имеет свои определенные ограничения, поэтому, наверное, есть смысл посмотреть на другую модель. Наверняка целесообразно свои сервисы, которые уносят социальный характер, встраивать в клиентскую инфраструктуру среду социальных сетей коммуникаторов, мессенджеров. Почему нет? Наверное, люди же привыкают к простым сервисам, и главный принцип – простота сервиса. Партнерские каналы доставки финансовых услуг, финансовых институтов, интеграции с маркетплейсами, социальных услуг. Ну, то есть я хочу сказать, что вполне вероятной архитектуре, которая будет говорить о том, что происходит некая цифровая трансформация в сфере социального страхования, которая идет от технологий с точки зрения самих технологий, с точки зрения изменения рынка труда и цифровой экономики, то модель может примерно выглядеть так, при этом государственная программа по переходу цифровой экономики в принципе уже в основных своих тысов предполагает такую возможность, что, например, может возникнуть так называемый социальный финтех проекты, когда государственная организация, например, фонд, который занимается администрированием социальных выплат, может выполнять роль формирования первичных данных о всех социальных обязательствах, которые есть перед клиентами социальными, данных о сделанных выплатах и заниматься действительно как бы данными. А вот вопрос о доставке конечной услуги, то есть выплаты, может рассматриваться вполне на модели государственно-частного партнерства и каких-то аналогичных моделях. И в этом смысле фонд активно взаимодействует с телеком-операторами, с финансовыми институтами и другими организациями, которые достигли лучшего качества в сфере доставки услуг населению. Сегодня в одной из презентаций уже прозвучали тезисы, связанные с маркетплейсами. Наверное, одна из перспективных моделей, на мой взгляд, может быть следующая, когда появятся так называемые площадки, которые будут обеспечивать взаимодействие между государственными финансовыми и материальными ресурсами, которые отправляются на исполнение социальных обязательств, и социальным клиентам. И вот в этом маркетплейсе новые технологии, которые сейчас есть, искусственный интеллект, технологии электронного маркетинга и прочее, они могут найти свое применение. И, возможно, это будет новый вид бизнеса, это будет очень все интересно. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводят крупные сетевые провайдеры. Буквально сегодня у нас встреча большая в фонде с электрикомоператорами. Мы хотим с ними обсуждать проблему и тему, связанную по созданию совместных сервисов, информирования для клиентов. То есть нам представляется, что это все крайне интересные вещи. И здесь возможности для выхода на более высокое сопоставимое сегодняшним уровнем качества электронных сервисов очень много. Вот примерно такие ориентиры, такие ориентиры деятельности фонда с точки зрения цифровой трансформации сегодня есть. Коллеги, пожалуй, все. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова